Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в выпуске. Под угрозой, почему на Алтае готовы ввести режим ЧАЭС? Из выбоин не выйду я, что мешает дорожникам делать ремонт быстро? Ловим солнце, когда и сколько пляжей откроют в Барнауле? В Алтайском крае будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко. Решение было принято из-за критической ситуации в сельском хозяйстве. Алтайские аграрии отстают от прошлогодних показателей по посевной на 1 миллион гектаров. Сегодня Виктор Томенко посетил одно из сельхозпредприятий в Павловском районе, чтобы лично оценить масштаб проблемы. Тему продолжит Ирина Корчагина. За рулем селки Алексей проводит 14 часов в сутки. Сельхозпредприятие Комсомольское. Он работает много лет и не помнит такой весны, как в этом году. Из-за высокой влажности и постоянно мокрой земли аграрии смогли поработать только 7 дней за весь май. По всем срокам весенний полевой посев в край уже должен был подойти к концу. Но крестьяне засеяли лишь 70% полей. Это более 3 миллионов гектаров. 16 тысяч тракторов, более 6 тысяч грузовых автомобилей, 7 тысяч сейлок. Даже такая мощная полевая эскадрилья едва справляется с капризами природы. Приходится вылазить очень часто, чистить агрегаты рабочие, вот на сейлке, сошники. Все забивается соломой, с грязью. Это физически очень тяжело. По прошлому году вся зарплата как бы в один месяц, ну вся посевная в один месяц вошла. И все это, ну кучкой можно так сказать, вся зарплата. А в этом году растянется. Но я не думаю, что руководители нас обидят. В Алтайском крае 7 природно-климатических зон. Везде осадков выпало критически много. Аграрии говорят, что их ждет еще одна неприятность. Жара даст резкий всплеск сорняков и покроет почву коркой. Опасно в первую очередь на тех почвах, где низкое содержание гумуса. То есть эта почва превратится в цемент, и даже высеянные семена не смогут пробиться. Во время рабочей поездки в Павловский район Виктор Томенко принял решение ввести режим ЧС в регионе. Сегодня в правительстве назначено заседание. Есть необходимость, в первую очередь экономическая, экономического толка, необходимость ввести режим ЧС по краю, для того, чтобы наших сельхозтоваропроизводителей поддержать, подстраховать. Мы можем предполагать, что, наверное, этот режим будет не так долго длиться, но будем за общей, так сказать, обстановкой следить. Вынужденная мера не предполагает выделение дополнительных средств из федерального и краевого бюджетов. Режим ЧС дает возможность избежать штрафов по отношению к товаропроизводителям, которые получили господдержку, но из-за погоды не смогли выполнить норму по количеству урожая. В таком случае средства господдержки можно не возвращать. Также возникает возможность пролонгировать банковские кредиты и получить кредиты на пассивную следующего года. Вынуждены менять где-то севобороты, где-то менять сорта, что сейчас нужно уже переходить на те культуры, которые более скороспелые. В принципе, по этим направлениям работаем. Аграрии надеются, что им удастся наверстать упущенные, засеять оставшийся миллион гектаров, если хотя бы на следующей неделе будет стоять хорошая погода. Ирина Корчегина, Николай Шилко. Наши новости. Жители края активно направляют вопросы на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, который пройдет 7 июня. В большинстве случаев земляков волнуют социальные проблемы. 16-е по счету прямая линия с президентом страны бьет рекорды по числу поступивших вопросов. Их уже более миллиона. Немало обращений от жителей Алтайского края. Если обобщить вопросы на сайтах, что ведут сбор заявок, легко понять, какие проблемы волнуют земляков больше всего. Люди спрашивают про демографическую яму, забытые льготы для инвалидов, пенсионную реформу и переход на кадастровую оценку земли. Одно из видеообращений подготовили молодые семьи края, которые недовольны темпами реализации жилищной программы в регионе. У нас в программе стоит 6,5 тысяч семей. Это 24 тысячи человека. За последние пять лет в нашем крае и в нашем городе выдают по 40-45 сертификатов в год. В этом году на город Барнаул выделено 26 сертификатов. Финансирование сократилось за последние пять лет в 15 раз. Отметим, каждое третье обращение связано с проблемами медицины. Так Наталья Макурова пожаловалась президенту на то, что ее ребенок-инвалид уже полгода не получает положенных льготных лекарств. После того, как видео появилось в сети интернет, по факту начало проверку следственное управление Следственного комитета по краю. К слову, автор каждого обращения к Путину надеется, что на его проблему власти вскоре обратят внимание и начнут ее решать. Добавим, вопросы для главы государства принимаются до полудня. 7 июня отвечать на них Владимир Путин будет в прямом эфире. Трансляция по четырем федеральным каналам начнется в 16 часов по местному времени. 44 улицы должны отремонтировать в Барнауле по проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году. Капитальный ремонт по федеральной программе начался еще в начале мая, но ни один объект пока не завершен. Укладку нового асфальта до сих пор откладывали, мешала погода. Успеют ли дорожные службы завершить все работы в срок, узнавала Валентина Аскерова. Сотни ям, размытый, а где-то полностью разрушенный асфальт. Привычная картина после зимы. По таким улицам не то что ездить, ходить небезопасно. Проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в крае уже несколько лет. В этом году планируется капитально отремонтировать 44 улицы. На это выделено порядка миллиарда рублей краевых и федеральных средств. Сейчас дорожники укладывают новый асфальт на 27 объектах. На переулке Ядринцево у нас выполняется установка бордюр, устройство основания, месте выборки грунта. На проспекте социалистическом также устанавливаются бордюры. На «Карамарсо» у нас устройство выравнивающего верхнего слоя производится. Ну и на части других улиц. То есть в основном работа однотипная. То есть установка бордюр, устройство выравнивающего слоя. Но пока, говорят специалисты, работа не завершена ни на одной из 44 улиц. Всему виной неблагоприятные погодные условия. Вот чем закончился ремонт на потоке. Дорожники поторопились положить асфальт, прошли дожди, и новое покрытие полностью провалилось. И все по кругу. Ну колесо недавно прокололо даже. Ну не прокололо или спустило как-то у меня. То есть не нашли ничего, что прокололо, но попало в ямку. Я думаю, проводится же ремонтная работа. Но не в таком объеме, в котором хотелось бы. Потому что дороги-то у нас не в идеальном состоянии. Что скрывать? Приходится ремонтировать подвеску. От этого никуда не денешься. Сколько езжу по стороне таких дорог, как в Барнауле, я, наверное, никаких не встречал. То есть, видимо, погода тут играет роль. Пока полным ходом идет текущий ремонт. Ямы заделывают на тех дорогах, которые не попали в программу капитального ремонта. Ямочный ремонт дорог в Барнауле сейчас в самом разгаре. В настоящий момент дорожные службы ремонтируют порядка 10 улиц. Так, работы идут на Глушково, Меланжево, Лазурное, Тона Петрово, Малахово, Анатолия, а также проспекты Коммунаров и проезды в Северо-Власихинском. Всего с начала ремонта строительного сезона отремонтировано более 30 тысяч квадратных метров дорог. А еще две недели назад было всего 16 тысяч. Правда, многие жители скептически относятся к такому методу. Если погода не подведет, до конца сезона дорожники должны залатать сотни ям. Обещают, что все работы будут завершены до 30 сентября. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. Ну и сегодня в крае наконец установилась по-настоящему летняя погода. Барнаульцы готовы к отдыху. А вот главные объекты летнего досуга – городские пляжи – еще нет. Сегодня сотрудники МЧС провели техническую приемку первого и пока единственного пляжа, который готов принять посетителей. Что мешает остальным, узнавала Анастасия Дороган. Прием гостей здесь наводят марафет. Подметают плитку, вырывают из песка сорняки. Финальная стадия в подготовке к новому сезону. Песчаный берег и сам искусственный водоем проверку Роспотребнадзора уже прошли. Безопасность отдыха сегодня оценили сотрудники ГИМС. Все технические требования максимально соблюдены. И пляж готов к запуску в эксплуатацию. Пляж полностью оборудован всеми средствами безопасности. Это спасательные посты, круги, концы Александрова, спасательные лодки, сами спасатели. В том году девочка маленькая. Тоже вот этот, скажите мне, круг купальный. Перевернулся круг, ноги застряли, ноги вытащить не могла. Ну что, бежали, ныряли всем пляжем. Все спасатели, все доставали. На такой небольшой водоем пять вышек и восемь спасателей. В обязательном порядке медпункт Бойки обозначает глубину в два с лишним метра. Для большинства горожан достаточную. Преграда не перестает быть обычно для выпивших посетителей, говорят сотрудники пляжа. Поэтому здесь действует еще одно железное правило. В первую очередь, наиболее всегда действенно, это отсутствие алкоголя на пляже. Поверьте мне, если люди трезвые, у них, соответственно, и сознание иное. А городской пляж пока останется закрытым. Оп, слишком разлилась. Чтобы вы понимали, здесь должно быть больше 15 метров песчаного берега. Но и для экстремалов вода пока и холодная, и грязная. Ведь весь мусор сейчас на берегу. Тем не менее, пляж не пустует. Сюда едут за долгожданными солнечными ваннами. А мы не ходим туда, мы только на песочке загораем. А проверяют же и песок в том числе, то есть не боитесь там? Нет, не боимся. Загар дороже всего. Предположительно, приемка городского пляжа пройдет после июньских праздничных дней. Пока непонятно, помешает ли постоянно растущий уровень воды. Будет ли работать этим летом еще один час на Барнаульский пляж, водный мир, неясно до сих пор. Надзорные органы для приемки владельцы объекта пока не звали. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости. Каждый ребенок одарен, нужно лишь помочь раскрыть талант. В этом убеждены воспитатели и руководители шести детских садов Троицкого района. Они создали проекты, которые позволяют детям творить, заниматься исследовательской работой, познавать историю родного края. Проекты представили на конкурс фонда Александра Прокопьева. На что планируют потратить средства гранта, рассказали на презентации проектов. В этом году мы решили дать возможность всем детям раскрыть себя. И это не просто слова. 13 исследовательских работ подготовила воспитатель детского сада «Солнышко». Ребятишки с удовольствием в этих проектах участвовали. Особо интересна презентация. У зрителей вызвала работа Замина и Бадулаева о пользе молока и молочных продуктов. Юный исследователь уверенно и с энтузиазмом рассказывал, как в домашних условиях получал сливки, сметану и даже творог. И это ему удалось. Вывод. Раньше я пил молоку только потому, что она мне очень нравилась. Теперь я буду употреблять не только молоку, но и все молочные продукты. Между прочим, результатами своего труда Замин угостил всех присутствующих. Пили и ели с удовольствием. А вот ребятишки детского сада «Родничок» с удовольствием занимаются лепкой из глины. И лепят они исконно троицкие глиняные игрушки. Такие именно показали Александру Прокопьеву. На средства гранта руководители проекта детского сада «Родничок» хотят приобрести муфельную печь. Зачем? А чтобы игрушки не рассыпались. После обжига жить они смогут гораздо дольше. Мы купим печь и на конкурсы будем возить обожженную качественную глиняную игрушку. Танцы, песни, стихи. Своими выступлениями дети вызвали на лицах гостей исключительно улыбки. А подарком им были аплодисменты. Ну а главный сюрприз, конечно же, сертификаты на 50 тысяч рублей каждый. Их вручил депутат Государственной Думы Александр Прокопьев руководителем проектов шести детсадов Троицкого района. Теперь они смогут и печь купить, и мультимедийные экраны, и цветные принтеры, и даже площадки на своей территории благоустроить. Я понимаю, что вы работаете иногда в сложных условиях, может, зачастую в сложных условиях, но делаете все, чтобы помочь ребятам развиваться на таком раннем этапе, когда они как губка впитывают абсолютно все. И дать им как можно больше возможностей для самореализации, иногда даже возможно для определения будущей профессии, если говорить о молочном бизнесе, я так понимаю. Ранние гранты на реализацию своих проектов уже защитили и получили крупные детские сады Целинного, Зонального, Тогульского, Ельцовского, Кытмановского районов. Впереди второй этап конкурса. Помочь раскрыть таланты малышей теперь есть возможность и у мини-садов, которые посещают менее 50 воспитанников. Татьяна Голубева, Александр Антропов. Наши новости. Ну а сегодня, 6 июня, многие любители русской словесности в России и во всем мире празднуют день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В библиотеках, парках и учебных заведениях Бурнаула прошли творческие мероприятия. В некоторых из них, наряду с русскоязычными, приняли участие и иностранцы. О том, почему Пушкин – солнце поэзии даже для тех, кому русский и неродной, узнавал Илья Кочетков. Патель Рима из Индии, студентка Алтайского медуниверситета. С ошибками, но вдохновенно и старательно читает письмо Татьяны из Евгения Онегина. Говорит, любимых отрывков у Пушкина несколько, но этот самый любимый. Она уверена, в том, что Пушкин так легко становится близок иностранцам, ничего удивительного. Которые понятны всем. Например, о природе, о любви, о дружбе. Сегодня здесь настоящий праздник русской словесности и культуры. В разгаре поэтический марафон. Студенты из Индии, Ирана, Египта и других стран читают стихи главного русского поэта. Например, в Индии, оказывается, Пушкин входит даже в школьную программу. Когда я был в школе в 8 класс, у меня было один стихотворение Пушкина. Но они переводили это по-английски. Пушкинский праздник продолжился и за пределами университета. Студенты решили выйти на улицы и напомнить барнаульцам, какой сегодня день. Знаете, какой день сегодня? Если я не ошибаюсь, сегодня Пушкинский праздник. Да, а еще один русский праздник. Бонусом служила цитата поэта, чтобы горожане могли унести немного пушкинской мудрости с собой. Если рядовые барнаульцы и иностранцы проявляли такой неподдельный интерес, то власти барнаула, судя по всему, к сегодняшней дате немного охладели. По крайней мере, у памятника поэту сегодня было непривычно пусто. Долгие годы, 6 июня, здесь у памятника Пушкину молодые талантливые поэты в торжественной обстановке получали пушкинскую премию. К сожалению, в этом году они остались и без торжества, и без премии. Официального ответа от городского комитета по культуре мы так и не получили. Но нашим коллегам из других СМИ чиновники объяснили. Мероприятие отменили из-за ремонтных работ на улице Пушкина. Что помешало перенести праздник и вручение премии в другое место, там, увы, не пояснили. Как и то, возобновится ли пушкинская премия в следующем году. Илья Кочетков, Александр Андропов. Наши новости. Можно ли пользоваться кредитной картой и при этом не платить проценты за покупки? В большинстве случаев ответ, конечно же, будет отрицательным. Правда, все же есть исключение из правила. Называется грейс-период. Благодаря ему можно до полугода не беспокоиться о начисляемых банком процентах. Можно ли пользоваться кредитной картой и при этом не платить проценты за покупки? В большинстве случаев ответ будет отрицательным. Правда, все же есть исключение из этого правила. Называется грейс-период. Благодаря ему можно до полугода не беспокоиться о начисляемых банком процентах за покупки. Грейс-период или льготный период – это то время, когда вы пользуетесь средствами на карте. А проценты вам за это время не начисляются. В банке Восточной мы предлагаем особую карту «Большой без процент». Здесь грейс-период длится целых 180 дней. В результате клиент во время грейс-периода не переплачивает деньги за пользование картой и вместе с внушительным кредитным лимитом получает свободу в совершении крупных покупок. Лимит по карте «Большой без процент» составляет 300 тысяч рублей. Этого хватит на обновление техники дома, изменения в интерьере, поездки. В общем, на множество целей. Сегодня карта «Большой без процент» доступна для жителей целого ряда городов, где присутствует Банк Восточный. Оформить карту можно теперь по адресу в Барнауле, проспект Ленина, 100. До свидания. В Барнауле 7 июня без осадков жарко. Ночью 15-17, днем до 28 градусов выше ноля. Все новости к этому часу. Хорошего вечера вам и до встречи в эфире. Василий Макаров на фронте 43-го года отличился при форсировании Днепра. Под непрерывным огнем противника отважный воин-сапер обеспечивал переправу войск и доставку боеприпасов на правый берег, чем способствовал захвату и удержанию плацдарма. За образцовое выполнение задания ему было присвоено звание Героя Советского Союза.